Благодаря новому празднику Дню Семьи, Любви и Верности, который в России отмечается с 2008 года, обострился интерес и к святым покровителям брака Петру и Февронии. Свой новый спектакль-мюзикл Наталья Бондарева создала по мотивам повести «Ирмолая и Разима», написанная по мотивам устных древнерусских преданий. По легенде, Петр избавил Муром от злого змея. Ох и радость была по всей Муромской земле! Да только недолго эта радость продолжалась. Змей кровью своей успел обрызгать князя Петра. И за немок князюшка все тело покрылось его язвами да струбьями. И только Феврония сумела спасти Петра от страшной болезни. Этим она и заслужила право стать женой князя. Свадьбу сыграли пышную с песнями и плясками. Зрители смогли не только познакомиться с сюжетом легенды, но и поучаствовать в самом представлении. Девчонкам, когда участвовали в конкурсе, хочу подарить две ромашковых закладки. Если читаете еще настоящие книжки бумажные, вот в память с ромашкой и с хорошим пожеланием каждой девчонке. Держи, солнышко! Один из почетных гостей театра – ветеран Великой Отечественной войны Виктор Прокопеня. Спектакль содержал в себе много полезной и познавательной информации. Например, как заваривать ромашковый чай. Наша же самая такая красная линия – это просветительство, поэтому очень хотелось бы это донести до деток. Готовили мы эту, в принципе, постановку не так долго, где-то около месяца. А после спектакля с музыкальной композицией дебютировала юная ученица Наталья Бондаревой. Ее имя – Варвара, и она из известной музыкальной семьи. Какой? Руководитель театра оставила в тайне. Театр Натальи Бондаревой всегда отличался домашней, семейной атмосферой. И неудивительно, что спектакль, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности, тоже приняли на ура. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.